Полтора года назад я вам рассказал о таком проекте, как Portal 2 Community Edition. И сегодня мы с вами посмотрим, как сильно он изменился за всё это время. Субтитры делал DimaTorzok Использовали в своих играх. Jolt, а если точнее, Vault, специально спроектирован так, чтобы обеспечивать невероятно быструю производительность, поддерживая одновременную обработку тысяч объектов без снижения частоты кадров. Хоть Vault сейчас и не может заменить в Физикс на все 100%, это действительно очень необычная и интересная технология. Посмотрите сами на производительность Vault. Еще больше производительности может дать только перевод движка на DirectX 11. Правда, взамен нас полностью и лишили версии на DirectX 9. Хотя, для большинства это не будет проблемой. Не стоит недооценивать это обновление, ведь более новый API не только улучшает производительность, но также улучшает шейдерную модель. А еще и позволяет добавлять в движок новые визуальные эффекты. Такие, как PBR материалы. PBR шейдер – это способ создания фотореалистичных текстур, которые позволяют достичь более реалистичного отражения материалов. Они учтут физические свойства материалов, такие как отражение света, преломление, рассеяние и так далее. Простыми словами, эта технология позволяет нам создавать максимально красивые текстуры. Этот шейдер поддерживает Parallax, который Valve так и не смогли реализовать в своем движке. Parallax создает глубину для плоских текстур, благодаря чему они смотрятся еще более реалистично. Но, к сожалению, PBR не могут исправить проблему с нереалистичным отражением от поверхности. Зато эту проблему может решить Parallax Corrected Cube Map. В P20E разработчики улучшили технологию кубмапов и портировали из MapBase такую вещь, как Parallax Corrected Cube Maps. Это кубмапы на максималках, которые следуют за перспективой и взгляды игрока. Благодаря этому отражения от поверхности выглядят правильно с любой точки зрения игрока. Это действительно сильно преображает Source Engine. Сами посмотрите на разницу кубмапов без корреляции Parallax и с ним. А еще сильнее преображает Source Engine обновление BSP. BSP в P20E теперь имеет версию 25, а лимиты карты стали существенно увеличены. Теперь карты можно делать больше в 4 раза, использовать на них в 64 раза больше моделей, в 16 раз больше брашей, да в целом всего в разы больше. Однако, я не уверен, что это хорошее обновление, так как теперь начинающие мапперы могут особо не париться насчет лимитов и оптимизации своих карт, что может сильно сказаться на их качестве. С одной стороны, обновление действительно полезное, однако в случае второго портала бессмысленное, так как при грамотном маппинге даже с большими картами вы не выйдете за установленные Valve лимиты. В качестве примера могу привести новые части PeCapture Legacy, которые не самых маленьких размеров, но все равно очень далеки от лимита. А вот что действительно требовало расширения лимитов, так это Vscript. Vscripts в Portal 2 очень сильно кастрирован, в отличие от того же TF2, из-за чего функциональности иногда действительно может не хватать. В P2CE было добавлено и портировано много полезных и не очень функций, которых могло не хватать в обычном P2. Разбирать их все я не вижу смысла, так как во всем комьюнити P2 довольно мало людей, которые действительно заинтересованы в Vscript, а среди моих строителей их еще меньше. Ох, а одно только добавление функции TraceLine XE, чего стоит. Только ради него я готов переехать с P2 на P2CE прямо сейчас. Ха-ха, шутка конечно же. А вот то, что я приберег на десерт, не является шуткой. Обновление Panorama UI. Эта тема довольно глубока, так что я предлагаю пройтись чисто по поверхности. Теперь вместо сложного и не очень понятного VGUI используется фреймворк Panorama, благодаря чему вы можете не только кастомизировать то же меню, что действительно полезно для модов, уникальность и все такое, но и создавать буквально новые части интерфейса. В качестве примера вы сейчас видите несколько работ, которые были показаны на официальном сервере P2CE, ссылка на который я оставил в описании. На этом самые интересные обновления в P2CE закончились. Их оказалось, не много, не мало, хотя за отсутствие волюметрики до сих пор обидно. Но не спешите выключать ролик, ведь дальше мы поговорим о всяких минорных обновлениях, которые могут быть для вас интересны. Так как Chaos Engine очень молодой, то в нем очень много недоработок и багов. Так что думаю стоит упомянуть, что разработчики за эти полтора года исправили довольно большое количество всеразличных багов. Нет, действительно большое количество. Правда им предстоит пофиксить еще примерно столько же, из-за чего вопрос даты релиза становится неопределенным. Ну да ладно, не будем о грустном. Ранее я говорил, что P2CE приоритетно нацелены на модерской комьюнити, однако Chaos Initiative решили также порадовать и обычных игроков, добавив сюжетную ветку в свой мод, которая будет раскрывать все нововведения и отличия от обычного второго портала. Сейчас вы видите на своем экране кусочки от этой сюжетки. Как можете заметить, стилистика карт похожа на второй портал, но имеет свои отличия. Однако Chaos Initiative все еще продолжает радовать моддеров, обновив такие вещи, как Hammer, WTF, MT, текстуры и шейдеры и многое другое, но обо всем по порядку. Для Hammer и компилятора было выпущено много различных дополнений и улучшений, такие как переносная DirectX11, WBSP теперь генерирует браши более точно в соответствии с тем, как они расположены в Hammer. Я даже не знал, что такая проблема в целом существует. Также WBSP теперь лучше преобразовывать инстансы. Добавлены новые предупреждения при компиляции, был обновлен аддон Team Spent Addon, который добавляет новые энтити, которые могут упростить вашу жизнь. Никогда не долюбливал этот аддон, однако для новичков и среднестатистических мапперов он может быть полезным. Из смешнявок разработчики сделали ачивки для Hammer. К сожалению, это было первоапрельской шуткой, и получить эти ачивки уже невозможно. Но самое важное обновление — оптимизация VRAT, компилятора статического света, который и так сам по себе настолько хорошо оптимизирован, что на более мощных процессорах компилирует свет медленнее. А подобные приколюшки со стороны оригинального VRAT вы можете посмотреть в этом видео. Однако, обсудив эту тему с Хэмбриксом, а он активный пользователь Hammer P2C, я узнал, что с таким большим количеством улучшений было привнесено несколько ухудшений. Таких как Удалили предпросмотр света во вьюпорте, вкладка для переключения режимов камеры стала невидимой, сломали почти все 3D окна, текстуры с отражением рендерятся с артефактами во вьюпорте. Ладно, вышло довольно мало. Эх, а ведь как было бы круто, если Chaos Initiative переписали Hammer с нуля, сделав нативную поддержку Linux. Хотя, возможно, затравочки на это и есть, так как они потихоньку меняют устаревший фреймворк рендера окон на Qt. Некоторые энтити претерпели изменения. Например, тестовые и просто неиспользуемые энтити были удалены из кода. У NV Projected Texture наконец-то пропали все лимиты по их количеству. Таким энтитям, как Floor Button, Rocket Toured и Test Chamber Door и, возможно, иным, теперь можно менять модель прямо в Хаммере. Наконец-то вернули энтити лестниц, добавили новые энтити, такие как Info Portal Game Rules и так далее. А теперь о грустном. Энтити NV Beaverage и Item Soda Can, которые были в движке больше 20 лет, были полностью удалены из ветки Chaos Engine. Я даже не знаю, смогу ли я простить ребят за такой низкий и неуважительный поступок. Также в пачку обновлений можно добавить поддержку CompilePal. Как это вообще читать? Честно говоря, до создания этого видео я даже не знал о его существовании. Но если верить странице репозитория CompilePal, то он представляет следующие приколюшки. Пакетная компиляция. Плагины и пользовательские этапы компиляции. Генерация кубмапов любого размера. Упаковка контента в карту не заставляет ваш ПК умирать во время компиляции. Более понятное описание ошибок. Новые параметры для компиляторов. Генерация навка. Автоматическое выключение ПК после компиляции. Жесть. Звучит как-то слишком потрясно. Я даже заинтересовался. Аж настолько, что пошел и скачал этот CompilePal. И успе... Особенно подойдет тем людям, которые собирают билд своего мода. Поставил в фоне, компил всех карт, а сам в фильме смотришь. Про новую версию ВТФ, в которой сильно прокачали компрессор изображений. Благодаря чему текстуры будут весить в разы меньше. Приблизительно на 50-60%. Добавили новые шейдеры. Ранее упомянутые PBR текстуры. Нормальные зеркала. Новые настройки для физдлеров. Улучшили рендер текстур с прозрачными элементами. И много-много всего по мелочи. И согласитесь. Chaos Initiative большие молодцы. Ведь они еще и успели порадовать линукс пользователей. Обновив DirectX Vulcan. Сильно увеличив производительность игры под линукс. Оптимизировано время запуска игры. А еще они добавили специальный скрипт установки Hammer под линукс. Если вы не знали, Hammer не имеет нативной поддержки линукса. Из-за чего приходится использовать протон и ручками донастраивать Hammer. Все эти проблемы этот скрипт в теории должен решать. Почему в теории? Ну, потому что я его не проверял. Вот мы уже и подходим к концу данного видеоролика. Все, что можно добавить в вышеоглашенный список. Это небольшие минорные обновления. Которые нам пообещали полтора года назад. Наконец-то вы можете включать B-Hop и DuckJump. И делать его таким, каким он был в P1 или в Hell 2 на старте. Добавили Steam Music Player. Правда, пока не вижу для него применений. Но может это будет что-то мега-гипер-крутое. Ну, а еще оптимизировали время загрузки карт. Исправив баг Valve. Там очень забавная ситуация. Возможно, у некоторых в голове встал вопрос. А что означало звездочка, которая неоднократно появлялась в видео? Вся суть в том, что Chaos решил отказаться от хаоса. Из-за чего они провели ребрендинг. И теперь их команды называются StratoSource. А ветка движка, соответственно, StratoEngine. Ну и как бы на этом все. Да, большую часть минорных и неинтересных обновлений я упустил в этом видео. Ведь тогда оно было бы слишком душным и длинным. В любом случае, спасибо тебе, зрители, за просмотр. Не забывай про лайк, графу комментариев и подписчасочку, если тебе понравился данный видеофайл. Ну, а вас, как всегда, сопровождал ваш Лаваш. Увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok